Девушки отдыхают Девушки отдыхают Для маленькой и темной комнаты рекомендуется использовать глянцевые обои, а также обои, где рисунок выполнен с эффектом металлизации, либо где присутствует глиттерная посыпка. В общем, все, что хорошо отражает свет. В пространстве квартиры желательно избегать темных ковров с высоким ворсом. 40% света может поглотить темная мебель и лишние детали. Дизайнеры советуют придерживаться одинаковой цветовой гаммы во всем. У нас, допустим, есть цветовая гамма монохромная, белый, черный, и мы выбираем для себя уже синий-голубой. И мы можем плясать в этих оттенках, то есть полы, допустим, могут быть серые, какая-то стена одночерная может быть, все остальные белые, потолок белый. А с мебелью уже что-то поинтереснее, то есть, допустим, диван может быть серый и там синие-желтые подушки. То есть, естественно, это все смотрится в общем, картинка в общем. Основные цвета – это стены, пол, потолок, а какие-то дополнительные акценты – это мебель. Кстати, голубой, бирюзовый или синий в текстиле, картинах и любых других предметах интерьера ассоциируется с небом, морем и ярким солнечным днем, что также визуально сделает дом светлее. Обязательно нужно обратить внимание и на окна. Они должны быть чистыми, а шторы светлыми и легкими. Повесить занавески можно несколько шире, чем размер окон. Так вы зрительно раздвинете главный источник света. Сделать квартиру светлее помогут зеркала. Лучше всего расположить их напротив источника света или дверей. Но не стоит переусердствовать. Зеркальный потолок или огромный шкаф-купе с отражающими панелями превратят вашу квартиру в магазин. В прихожей, над комодом, где-то, может быть, вместе не на уровне глаз, а чуть выше, допустим, зеркало. Оно будет расширять пространство, то есть это будет смотреться как окно в другой какой-то мир. Стекло, стеклянные вазы, бутылки, зеркала, рамки, которые гликуют на свете. Они тоже дополняют объем пространства, прибавляют света. Одной из самых больших ролей в интерьере играет искусственное освещение. Лучше всего использовать несколько вариантов. Потолочный светильник или люстру, переносной источник света, торшер или лампу и локальную подсветку, например, рядом с картинами или по периметру комнаты. Чем выше будет размещаться источник света, тем больше будет охватываемая площадь. В скандинавских странах, где зимнее время темнеет еще раньше, чем у нас, любят ставить на подоконник горящие свечи. Живой огонь не только красиво освещает комнаты, но и создает домашний уют, а также дарит капельку тепла прохожим. Субтитры создавал DimaTorzok